МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За время падения основных биржевых индексов китайский фондовый рынок потерял более 3 триллионов своей стоимости. Это вдвое превышает капитализацию фондового рынка Индии, указывает Блумберг. По итогам торгов во вторник, 7 июля, индекс Shanghai Composite упал на 1,3%, а Шэньчжэй Composite на 5,3%. С ноября 2014 года до середины июня китайский фондовый рынок поднялся почти на 150%. Аналитики предупреждали, что на нем образовался пузырь. Регуляторы Китая для замедления биржевого спада уже ввели ограничения на проведение IPO на местных биржах, а также снизили плату за биржевые транзакции на 30%, начиная с 1 августа, передает агентство. Ресурс IB Times сообщает о дуэле роботов, которая должна состояться через год. Японцы приняли вызов от американцев Megabots. Компания Suidabashi Heavy Industry приняла вызов Megabots устроить дуэль между роботами Curatus и Megabot Mark II. Когора Курато, основатель компании Suidabashi, как и подобает настоящему самураю, без колебаний заявил «будем драться». Управление механическими воинами осуществляет оператор, который находится внутри машины, пишет журналист Чарльз Палладиан. От Японии будет выставлен на бой четырехтонный Куратос, которого предполагается оснастить холодным оружием. С американской стороны будет участвовать робот Mark II. Ранее компания Megabots намеревалась собрать деньги посредством Kickstarter для организации боев, но эта затея не удалась. Цитата. «Мы не можем позволить другой стране выиграть битву. Гигантские роботы — это японская культура», заявил Курато. В традиционных японских комиксах, аниме и фильмах роботы стали одной из самых популярных тем. В японской анимации даже выделен отдельный жанр — меха. К этому жанру относят Евангелион, Гурен Лаган, Грендайзер и другие аниме-сериалы и полнометражные мультфильмы. У американцев роботы также в почете. Достаточно вспомнить компанию по производству игрушек Hasbro, подарившую миру трансформеров. Выбор времени и места за японской стороной. В случае, если битва состоится, она станет первым в истории человечества столкновением двух роботов. Завершает статью автор. О снижении цен на дорогое жилье в столице Англии пишет агентство Bloomberg. Владельцы роскошных домов Лондона, которые выставили на продажу свое дорогое жилье после победы консервативной партии, столкнулись со слабым спросом со стороны покупателей. В дорогих центральных районах города, таких как Найтсбридж и Мейфер, было продано 228 домов в прошлом месяце. Это на сотню меньше, чем годом ранее, свидетельствуют данные продавца элитной недвижимости Хантли Хуппер. Владельцы выставили на продажу 653 роскошных дома в лучших районах за период максимум с февраля. Средняя цена продажи дома в центре Лондона упала на 4,2% в годовом выражении. До 1500 фунтов, это более 2000 долларов, за квадратный фут в июне, сообщает агентство. Показатель, вероятно, продолжит падение в этом месяце, заявил Оливер Хуппер, директор по Хантли Хуппер. Цитата. «Рынок довольно слабый. Это продолжится до сентября. Потом цены начнут расти снова или, по крайней мере, восстановятся», говорит Хуппер. Снижение цен имело место не только в центральных районах. Дома на сумму 1,5 млн фунтов и более в лондонском Баттерсе упали на 10% за 12 месяцев после роста налога с продаж. Говорится в статье. В своей рубрике «Открытки» Евроньюз рассказывает об одной из главных архитектурных ценностей Казахстана – мавзолея Хаджа Ахмета Ясауи. Телеканал встретился с историком Нурланом Дукенбаевым, который рассказал зрителям из разных уголков Европы об истории и значении памятника. Тысячи паломников-мусульман съезжаются в Туркестан, чтобы поклониться мавзолею поэта, философа, мистика Хаджа Ахмета Ясауи. Масштабы сооружения впечатляют. Он поднимается на высоту 15-этажного здания, а его купол – самый крупный в Средней Азии. Строительство мавзолея началось в конце 14 века, спустя 233 года после смерти поэта по приказу Тамерлана. Некоторые историки считают, что Тамерлан принял личное участие в составлении проекта и давал инструкции строителям. Гиды, обслуживающие памятник, отмечают. В год его посещают до миллиона человек из бывших советских стран, тюркских республик и дальнего зарубежья. Мавзолей имеет статус национального памятника. Он также занесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.